МОЛНИЯ Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Матфея, 24 глава, 27 стих. Ибо, как молнии сходят от Востока и видна бывают даже до Запада, так будет прошествие Сына Человеческого. Но слово молния встречается с неканоническими книгами 30 раз. Мы рассмотрим только 6 мест Библии, где говорится о молнии. Мы знаем, что дьявол во всем старается соблазнить человека. И не великое дело, ангел принимает вид ангела света, дьявол падший, с неба ангел. Поэтому пишет, писали не ангел, а ангел с маленькой буквы. И мы вот сейчас разберем, что такое молния, которую мы видим. Это самое грозное предупреждение. Я некоторые данные, думаю, сам не измерял. Взял от науки. И когда был меньше, то делал то, где можно было получить удар. Это шелковая нить. И высоко в небе запускал змея. А на конце железная лента там. А он бьет на мочила и сразу бьет здесь. На это требуется 1 миллионная доля секунды. Ничего этого не знал. Самые облака запускал змея. Исход 19.16 Изначально прочитаем. На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ бывший станет. Это Бог, когда давал закон, гремело и шумело все. Во время грозы что делаете? Как правило, выверни сначала из розетки все, какие у тебя приборы есть. Если ты в машине, старайся, говорит, закрыть окна все. А так как она на резине стоит, то вылазить не надо. Закрой и сиди и молись. Если велосипед, на 30 метров поражаемая зона. Это, ну, на мотоцикле разницы никакой нет. И не стой во весь рост. И ложиться нельзя. А то же от него, когда убивали, присядь. Где-то место было углубленное, как канава. Это для себя. Это сгодить все может быть. Потому что был такой Артемий Верковский. Отрак. Не знаю, сколько ему. Шесть с половиной лет. А отец работал в лесу. И он, когда шел туда, ударил молнию, его убило. Люди сразу расстудили. Этот ребенок, проклятый Богом. Хоронить на кратбище нельзя. Его отдельно где-то похоронили. Ну, проходит какое-то время. Люди приходят, видимо, обопрутся об это дерево, где похоронен. А кто-то ущипнул. А у него рак кишечника. И сразу выздоровел. Мама пошла другая. Ободрали все дерево. От всех болезней и вещей. Сразу же канонизировали. Ну и все остальное как пошло. Теперь составить какое-то там кондак. Прочее. То есть здесь мы можем ошибаться и очень крепко. Притом ошибаются люди не со зла. А сами не знают. Вот на этом месте у нас сестры, женщины. И самая пожилая у нас была сестра такая, которая оставила нам дивный пример. Она никогда не сидела. Но делала земные поклоны, когда нужно было. То платье касалось земли. А у нас была в лагере девочка. Она сразу становилась, это платье поднимает, подняться не может, пошаталась. Да и упала. Когда мы вернулись в лагерь, я сразу спрашиваю, ты зачем она сделала? А он велел сделать. А кто он? Она не может рассказать. А рисовать уже училась. И дали бумагу, она нарисовала точно. Я говорю, а лицо-то где? А лица у него нету. Это абсолютно точно. Вот это фатимское чудо в Португалии, когда имела себя как в Божьей Матери, лица нет. Это один из признаков. Я девочка была, это не совсем, как говорится иногда. Если с кем-то она распорила, а совсем маленькая была, она обязательно отомстит. Узнала, где обувь разувается, она потихоньку взяла, ушла в самый дальний угол на улице в лагерь и в крапиву забросила. Я опять допрашиваю, а кто это сделал? Уже узнали. А он велел сделать. Родители, ну мы не скрывали ничего, бабушка его здесь, стали молиться. А родители запаниковали. Не надо паниковать, надо молиться. Через это, через ребенка, Бог что-то указать нам хочет. Притом, то, что я говорю, не один раз. У нас был случай однажды, неприятность, человек сбежал отсюда. Но один из отроков накануне видел его, я указал, в каком месте, где видел, и все сходится. Если мы не видели, это не означает, что его нету. Когда Макарий сидел, видит, дьявол идет со всей амуницией. А куда идешь? В храм. Да в нашу литургию митрополит приезжает. А ни одной литургии без меня нету. И тут же доказал это. Когда люди, что-то надо выйти. А он святые бросает. Благовидная причина, чтобы выйти. Ему разницы никакой нету. Дальше. Кому задел глаза только? Все, они уснули. И открыл ему Господь. 19 января месяца Макарий Александрийский. Один. Люди поздравляют с причастием, с причастием. А он видит, как по храму бегают черные эфиопы. Эфиопами называются бесы. Ну как, черномазы. И что они делают? Людям в рот вталкивают уголь. Так и священник подает. А это, говорит, незримо ангельской рукой возвращается в алтарь. Это в житиях святых. Я называю 19 января. Мы сейчас коснемся той и другой стороны. А может ли дьявол являться в виде молнии? А мы просчитаем сейчас. Пауки 10-18. Будьте внимательны. Потому что мы можем сурово просчитаться, приходя даже в храм. Он же сказал им. Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Это Иисус Христос говорит. А люди ничего не видели. Притом Господь учит нас учиться. Сейчас мы разберем это все и увидим. Молния, гром. Это грозный учитель. И будет, как молния явится. Земля последний поворот делает. Последняя слеза. И мертвы воскресают до единого. Это около ста миллиардов. Даже сегодня говоришь, можно устрашиваться. Наша мать ничего не знала. Слово Евангелие мы не слышали. Но она говорила, будет суть Божий. Бог сказал, терплю до конца, а буду мучить без конца. Такой фразы нет в Библии. Но смысл сохраняется такой. И когда мы тут за Силосом ездили, а встани скрипят тракторные. Я лежу на спине и смотрю звезды. Вот такое желание, чтобы не родиться. Или бежать по снегу, падать и крещать. Господи, зачем я родился? Мне на один процент спасения не светит. Хотя я не делал, что делают люди. Совесть не обманывала. До 62 года, 27 сентября, 17.00, когда дали мне Евангелие, и Бог дал покаяние. Слезная. И началась новая жизнь. Проверьте себя. Нас ничто не спасает. Только кровь Иисуса Христа. 1.7, 1 послание Иоанна. Но перед этим два условия. Если мы ходим во свете, как он во свете, свет все освещает, тебя нельзя обмануть. Ты во свете. И имеем общение друг с другом. Не сижу дома, а прихожу. Для занятий я прихожу. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. А то легко запомнить Первое послание Иоанна 1.7 Дальше Книга Иова 28.26 Когда назначал Устав дождю и путь для молнии Громоносной Значит назначает путь молнии Вот некоторые данные Сколько всего Каждую минуту Вот сейчас мы стоим здесь В мире одновременно 1800 гроз Вот это все надо Собрать было так 1800 мест где сверкает молния Вот у нас здесь как поднимаешься Дальше где высоковольтная линия идет А тогда телефонная была Что не понравилось Молния ударила в стол 5 столбов задела На первом только чашечки остались висеть Следующие там наполовину перегорел По столбам пошло В нашей жизни мы этого не встречали Мы всегда боялись И сами того не зная Господь сохранял Вот мы видим приближается гроза А мы пасем Жалко одежду Мы раздевались и голые Склонялись не стоя не лежа А одежду под себя Чтобы была сухая Вот на это ума хватало А как Господь открывал Вот некоторые данные Смотрите Считается что на поверхности Солнца 3000 градусов 100 градусов всего только Уже вода закипает 300 градусов Здесь 30 тысяч Вот этот разряд который идет Одного места до другого Облака Бывает между облаками молния И между облаками и землей Потому что там плюсовая энергия Вельсию которая выше И минусовая Я говорю Научные данные Уже доказаны И вот однажды Два друга Решили У них приборы были сделаны 200 с лишним лет назад Михаил Васильевич Ломоносов И Георг Вильгель Рихман У каждого была своя лаборатория Но Ломоносов где-то задержался А тут Гроза Тот прибежал домой Скорее Они приборы разные придумывали Мне даже кажется Неужели в то время Уже что-то можно было узнать Что оказалось Предположение Ломоносова На 100% верное И в это время ударила молния И этому Рихману Ударило в голову Мгновенно через тело Разорвало башмак И ушло в пол Долгое время так и думали Что от этого змея Которую он запустил Но тщательное исследование Показало Что было дело не так У него оказалась Открытая дверь И в комнату Влетела шаровая молния А шаровая молния По сегодняшний день Объяснений не находит Мы знаем что это Тот у КНЛ и другое И она ударила его Ударила прямо в лок Иногда шаровая Только люди собрались гулять Влетела шаровая молния Ударила в буфет И все тарелки Все в один комок Спекла Это все описано Прямо указывают Где это было Что означает У нас есть великое Противодействие Его крестное знамение Поэтому делаем Правильный поклон С верою Я искал в интернете Много Было ли такое Что у нас Потерябки Есть 11 крестов Стоит везде Ну куда не пойдете Везде высокие На шесте Ни разу молния не ударила Я думал Ну в интернете Да нигде не нашел Может быть и было На храме Как высоко И в Барнауле Молния никогда не ударила Почему Не дано знать Но вот это что Шаровая Вот надо хорошо подумать Если она будет Что делать Она на короткое время Является Ничего не делать Сотворить молитву А вы как думаете Я думаю Нечистая сила Вспомните Дятловский переход Вот 9 студентов Решили наказать На гору Артон Взойти И доказать Ну это подарок Партии К 21 съезду А они все Студенты Мои ровесники были И они решили Ночевать Было 10 Но до этого Там погибло 9 Охотников Один заболел Осталось 9 И что с ними Там было в палатке И исследовать Стали Когда исследовали Уборщицы Говорят А вы что смотрите Сверху В палатку кто-то залез Палатка-то снизу разрезана Сверху Посмотрите Посмотрите Куда эти волокна-то идут Да и правда Они палатку разрезали И босиком Это мороз Они разбежались И у следователя У одного глаза вырваны Чтоб не видел У другого язык Чтоб не говорил А рядом Манси Народности живут В эту ночь Шаман бесновался Всю ночь Сегодня уже Многое известно Когда мне стало известно Это событие Я ответил Это явились демоны Потому что являлись НЛО летали близко И дальше у них аппарат был установлен При входе Ну видимо чудовища Эти явились И они куда-то бежали Две девушки были Семь парней С воспитателем Которые там Все спортсмены Все погибли И что только они делали Что они изыскивали Там вроде Враги Кто-то Нет Нечистая сила Сегодня почти все Согласились с этим А ведь Это же прошло Не два Не три Не пятьдесят с лишним лет Как они явились Самое странное Когда вскрывали У них Ребра ломаны Были Но ни гематомы Не было Вся боль Была изнутри То есть Они внутрь И изнутри Все разрывали Это не могли ответить Ни один ученый Не может Ударили где-то По руке У покойника У него здесь будет Гематома Там или свет Там фиолетовый Кровь Испекается сразу А это изнутри Их искали Когда Начало Таять А теперь Теперь ничего нет Почему Да на каждом С ней иконки Говорит Повесили И приезжают И следуют Смотрят Это я говорю Для того Чтобы мы научились Брать уроки Которые даст Господь Да что нам Полня Последний раз Как молния От востока До запада Вот у нас написано Здесь Присча Соломона Седьмая глава И прямо Определенно Говорится Шестая глава Пойди Поучись У кого У муравья А в другом месте Написано У пшелы Нет начальника И как они стройно Делают Как выступают Непогоду знают Непогоду Все закрывают Это образный Для нас Посмотрите Господь говорит На птиц небесные А сколько их Миллиарды конечно А может быть и триллионы Самые маленькие Смотри Сколько их пищужек И Бог их всех Кормит А у меня Дети Докормить нечем Нет Нас было Десять в семье Отец без руки И ни один Не умер Все собирали Другие Было пни Которые березовые Милые Толкли И добавляли Что-то в них Все стали живы Главное Ни одного больного Нет Я все говорю О том Что молния Это страшный Учитель Вот когда будет Следующий раз И ты прочитай Это Макфея Который мы прочитали 24 глава 27 стих Явится Явление его будет И страх будет Невыразимый И силы небесные Поколеблются Я спрашивал Сектанта Баптиста Про что такое Силы небесные Стихи Стихи А как они могут Колебаться Назови стихи Ветер Гроза Что именно Не знают Вот Ефрем Сирин Подробно Это объясняет Это ангелы И архангелы Трепетать будут Вот В Библии Есть такое Когда приняли Ну и царь говорит Пленнику На пленника Сыну Отруби им голову Ну он молодой Он спрятался За отца и трясется А которого убивают Говорят Ну что ты заставляешь Ты же враг мой Ты воин Отруби мне голову Вот это будет Ангелы Архангелы Когда показана Небесная колесница Они за колеса Божьей колесницы Прячутся Настолько будет страшно Притом навсегда Все до одного Воскресного Войдут в свои тела В интернете Есть этот ролик Называется Второе пришествие Христа Даже сегодня смотреть Ты знаешь Что это Пин Какие-то Менониты Сумели сделать так Как он является С неба Как воскресают Вертвые Встают из гробов Где-то череп Подлетает Насаживается Тело появляется И начинается суд Советую посмотреть Если не знаете Мне Позвоните Я вам скину эти данные Господь Всяческими путями Нас приводит К тому Чтобы мы были другими Чтобы мы ходили Во свете Божьем Чтобы мы доверились Богу Который нас избрал Далее Иов 36-32 Он закрывает В гланях своих Молнию И повелевает Ей Кого разить Страшные слова Какие Вот сегодня Коснись Что-то убьет Это за это За мало За что Знаю Ничего Мы не знаем Ему открыто Было Его А там написано И пути Пролагает С какой Скоростью Идет Я все данные Эти понаписал Думаю Не каждому Это надо Но вот это Что молния-то ударила Рихмана Было 1753 году 26 июля 26 июля Где-то вот рядом Уже здесь Через 4 дня Это уже определенная Дата будет А можно было Из этого Это избежать Михаил Васильевич Сказал Можно было То есть Он не знал До конца Что это даст А тем более Если шаровая молния От нее вообще Не избавление Никакого Почему Это не чистая сила Избавление одно Господи Животворящим Твоим крестом Знаменуюсь Изыди Сокройся Ну простые слова Скажи Повторяйте Счастье имя Иисуса О своем обращении Когда говорит Генри Бывший Отец Геннадий Фаст Когда у него Это было искушение Большое Я только стал Повторять Иисус Иисус И все это исчезло Имя Иисуса Не переносится Имя Он победитель Я вчера как раз Говорил на тему Об именах Какие имена Вот у нас у русских Много имен Иванов Почему Объяснение давал Запомним Главное имя Вселенной Иисус И оно будет Каким-то другим Там написано И никто И никто его не знает И каждому Будет дано имя Которого Никто не знает Мы можем сказать Ты дал нам Новое имя Нас зовут Христиане Итак Иеремия 51.16 По глазу Его шумят воды На небесах И он возводит Облака От краев земли Творит молнии Среди дождя И изводит ветер Из хранилища своих Понимаете Из хранилища каких-то Откровение Об этом говорит Не зря эти понимали Которые За луном ездили В греческой Мипологии Там мешки Развязываются Оттуда вырываются Вихрь то необъясненный Вот на одном месте Крутится И тянет Откуда это Говорят Разность температуры Вот поставь свечку Открой Зимой И свечка наклонится Ну какая разница В доме у тебя Допустим 25 градусов На улице Пусть 45 Ну какая И какой ветер то Ну и торнадо Летом идет Опрокидывает здания Поднимают машины Топят корабли Что там И при том Предсказания Высчитывают сегодня Там-то Там-то В Штатах Там часто это бывает Что это за ветер В честь чего он идет Вот это вот Нам это объясняет Я особо хочу Сказать что Нужно нам научиться Не только из Библии Но о чем она говорит Постоянно учиться Да вот дождь не дает работать Господи Через дождь ты научаешь нас плакать Ты говоришь Что засыхает всякое растение Чудо Божие на наших глазах Притом на каждом месте Так душа моя Да насыщается Словом Божиим И все что мы слышим Да переведет к покаянию К славословию К прославлению Господа нашего Иисуса Христа Которому да будет слава Всегда Во веки веков От нас Аминь 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 Аминь